Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Дочка идет в первый класс сентября. Она очень скромная, наивная, добрая, открытая, дети сейчас жестокие. Как носить уверенность в себе, вместо себя постоять и как заводить друзей? Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, скромная, наивная, добрая и открытая, ваша дочка, то есть по сути дела, да, не подготовлена такая к реанскрянному миру, потому что вы ее так воспитываете. То есть вы ее, получается, изолируете от внешнего мира. Вот. И изоляция от внешнего мира связана с тревогой. С вашей тревогой, в первую очередь. То есть вы тревожитесь, боитесь, боитесь, сами. Сами боитесь, вероятно, внешнего мира. И теперь данный аспект, то есть свои страхи, вы переносите на своего ребенка. По большому счету. То есть здесь дело не в том, как ребенку себя вести. Это дело в том, что вы боитесь. Ну, внешнего мира. И с точки зрения психологии, с этого нужно начинать. Потому что, чтобы вы, чтобы вы не транслировали своему ребенку, да, как бы вы его не учили. Ну, если у вас есть определенный посыл, то он никуда не денется, этот посыл. Если вы транслируете определенную мысль ребенку своему, ну, как бы он будет, скорее всего, и ее исследовать. Вот. Это первое. То есть понятно, да? Поработать с вашей тревожностью. Второе надо. Вы говорите о том, как развить уверенность в себе, умеет за себя поставить, заводить друзей. Да это все, понимаете, про вашу дочь. Это все, а не про вас. Вы как себе представляете, что вы в ней развиваете уверенность? Вы как себе представляете, что вы учите ее за себя поставить? Вы как себе представляете, что вы учите, как ее заводить друзей? Да, таким образом у неё вообще социализация будут проблемы, серьёзно. Нет, всё, что вам нужно, это быть рядом, вот, говорите о своих чувствах, высказывайте, как бы, то, что вам кажется важным. И, в принципе, на этом всё. Потому что от боли, какой-то боли, от разочарований, вы своего ребёнка не защитите никак. Ей будет больно, она будет разочарована. Но, во-первых, если вы снизите свою тревожность, это облегчит вашей дочке жизнь, и она увидит на вашем примере, как быть уверенной в себе. И если вы будете адекватно за себя постоять, ну, если вы будете за себя стоять адекватно, если вы будете себя защищать адекватно, то она увидит это на вашем примере. Вообще, то, что вы спрашиваете, это вопрос к вам. То есть, у вас как-то нет этого рецепта, да, для своего ребёнка. Но, видимо, у вас с этим тоже есть определённые проблемы. Либо, либо вы занимаетесь гиперопекой. Вот. То есть, ну, тут, тут как-бы варианты, варианты такие. Вот. Дальше идём. Заводить друзей, ребёнок должен сам учиться. То есть, вам не нужно в это вмешиваться. Не так сложно завести друзей, если у тебя есть, так скажем, чёткая позиция. И вот вопрос, что заключается в том, а есть ли у вашего ребёнка эта самая чёткая позиция? То есть, ну, присутствует ли она? Это зависит от того, есть ли чёткая позиция у вас. Как-бы, если у вас есть сложности с чёткостью повисла, то и у ребёнка тоже будут сложности в чёткости позиции. Собственно говоря, система предельно проста. Только для этого вам нужно обратить внимание на себя. Вот. Ну, вы этого не делаете. Как мне кажется. То есть, ну, вам вот проще на ребёнка как-то вот переключиться в плане проблематики. Вот. И я бы сказал, что это не лучшее действие. Очень важный момент, который мне кажется нужно подкорректировать. Заключается в том, как вы относитесь к реальному миру. То есть, ну, вот вы его принимаете или вы его не принимаете. То есть, ваше взаимодействие с реальным миром, ваше собственно, очень важно. Если у вас с этим есть определённые трудности, то конечно же и у ребёнка с этим будут трудности. Это нормально. Понимаете, какая шпук. И последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Вы противопоставляете, как будто бы противопоставляете дочку детям. Это крайне деструктивная позиция. Вы обобщаете, ну, говорят о том, например, что все дети жестоки. То есть, у вас здесь есть довольно негативные установки. С этим надо работать, чтобы вы транслировали своему ребёнку другие идеи. Что да, бывают жестокие люди. Бывают жестокие люди везде. Это нормально. Но есть хорошие люди. Все люди разные. Понимаете? Вот. То есть, как бы, очень важно увидеть в целом вашу семейную систему. Семейную систему. Увидеть то, как внутри вашей семейной системы происходит, ну, коммуникация. Скажем так. Вот. Потому что, пока, пока, не будет вы, не будет ясно, что из себя представляет коммуникация между вами. Я бы сказал, что он, ну, вот, всё, по сути, о чём мы говорим, всё это абстракция и ваш вопрос, ну, в какой-то степени странно выглядит. Значит, для серьёзного запроса столь мало информации. Вот. То есть, предположим, мы хотим дать какие-то рекомендации вашему ребёнку. Допустим. Допустим. Для этого нам нужно о нём побольше информации узнать. А она вообще хочет дочка-то, чтобы вы ей помогали? Она вообще что думает по этому поводу? Она думает что, что она не справится сама или что? С чего вы решили, что ей нужна помощь? Почему? Мне кажется, в этом смысле вы с этим не согласитесь, но вы не самого лучшего мнения о своём ребёнку. Вот. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, это побольше давать ей свободу. Лучшее, что вы можете сейчас сделать, это поставить её перед вызовами. Вот. Ну, например, чаще оставлять одну. Как вы оставляете её одну? Я имею в виду на улице, с другими детьми. Чтобы всё это делала сама, куда-то ходила сама. Вот. Такая история. Какие у неё интересы? Вот, знаете, я что-то, я что-то не заметил ни одного случая, когда «жестокий» в кавычках. Дети её, а претинговали человека с чёткими целами, который чётко знает, чего он хочет, куда идёт, к чему стремится. Да, у такого человека будут конфликты. Конфликты – это нормально. Чтобы за себя постоять, нужно на что-то в себе опереться. Опереться. Внутри… Внутри… Внутри себя. Вот. При гиперопеке, при тревожности, человек, получая это всё извне, не привыкает на себя операться. На этом всё. Я думаю, что надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Музыка Продолжение следует...